МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Молдова на протяжении многих веков была так или иначе связана с Россией. Сегодня не менее 70% населения нашей страны знает русский язык и говорит на нем. Молдова – полиэтничное государство, представители более 100 национальностей считают ее своей родиной. Веками сложилось так, что русский язык в Молдове наделен народом, ее населяющим, особым статусом, а именно статусом языка межнационального общения. И когда за ним конституционно закреплялось это право, все было естественно и отражало общенациональную тенденцию? Тогда почему Конституционный суд отменил рамочный закон от 1989 года, который устанавливал основу функционирования языков? Кому это надо? И кто поставил такую задачу перед представителями Молдавской Фемиды? Что будет дальше? И кто защитит в Молдове русский язык? Об этом поговорим с нашими гостями. Доктор права Сергей Мишин и активист политического движения в защиту русского языка, журналист Михаил Охремцев. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, вкратце напомню, либеральная партия, чей запрос рассматривал Конституционный суд, считает, что русский язык должен лишиться статуса языка межнационального общения. В своем обращении либералы отметили так. Обладающий особым статусом русский язык конкурирует с государством. Получается, ну, знаете, так сказать, если вспомнить классику, язык твой враг мой. Почему вдруг снова языковой вопрос в стране вот обозначился и на политическом ландшафте, на политической карте Молдовы? Почему снова заговорили в теме функционирования языка? Насколько, в общем-то, эта тема болезненна для нашей страны? Вот, Сергей, ваше мнение. Ну, почему это возобновилось? Оно как бы не угасало. Эта проблема у нас существует на протяжении 26 лет, и мы это наблюдаем. Просто в какие-то года был пик подъема, в какие-то года был пик спада, вот сейчас опять мы пришли к пику подъема этого вопроса. То есть нас пытаются все время разделить, нас никогда не пытаются считать наше общество, граждан Республики Молдова, единым обществом. То есть когда в государстве возникают социальные проблемы, для того, чтобы граждане не обращали на них внимания, она всегда вот кидают такие спички, особенно что касается языкового вопроса. Ну, конечно, вот из того, что мы последние три недели общаемся с гражданами, причем не только в Кишиневе, а во всех уголках нашего государства, эта тема очень волнует. Волнует эта тема и Приднестровье, волнует эта тема ГГУЗов, болгар и иных этносов, которые проживают в республике. По одной простой причине, то есть мы с вами наблюдали на протяжении последних как минимум 4-5 лет о том, что понятие русский язык, несмотря на то, что еще не был признан устаревшим закон, уже не соблюдались права этноса. В каком плане? То есть писали документы на русском языке, их не то что не отвечали, если раньше только не отвечали на этот документ, то сейчас перестали их принимать. То есть не принимают, не принимают СКВ-заявления, не принимают заявления в государственные органы. И это происходит повсеместно. И на это, кстати, указывают не только мы, внутри страны, граждане, на это указывает и Генеральная Ассамблея ООН, на это указывает и Европейский Союз, которые приезжали сюда не раз с инспекциями о том, как мы соблюдаем Европейскую Конвенцию по защите национальных меньшинств. Республика Молдова в 1996 году ратифицировала и подписала данную конвенцию. У нас даже закон есть о защите национальных меньшинств. Так вот, к сожалению, мы можем сегодня констатировать факт о том, что не соблюдались никакие законы последние пять лет. Но то, что произошло 4 июня, это вообще сверх всяких юридических, политических пониманий. Почему? Ну, мы не будем сейчас повторяться, потому что уже много говорили на разных каналах о том, что Конституционный суд признал данный закон устаревшим и превысил свои полномочия. Я хочу сейчас обратить внимание наших граждан, наших телезрителей, о том, что Конституционный суд в 2002 году, 30 мая, вынес решение касаемо этого же закона. Опять-таки обращалась группа депутатов, чтобы признать данный закон неконституционным. И Конституционный суд тогда вынес решение и признал три важных факта. Первое, о том, что данный закон является конституционным, и он имеет право действовать на территории Республики Молдова, и он присвоил данному закону статус верховенства. Что это такое? Многие не понимают, ну, юристы меня поймут сразу, то есть, чтобы граждане понимали. То есть, статус верховенства, это означает, что этот закон, чтобы отменить в парламенте, нужно не простое большинство в 52 депутата, а две третьих. То есть, его Конституционный суд вознес статус верховенства. Он дал ему специальный статус. Но получается, сейчас Конституционный суд выполнил работу за парламентом, решил вдруг закон, который сам же наделил статусом верховенства. Я вам даже больше того скажу. Они просто за парламент решили, они вторглись опять в материю Конституции. То есть, мы с вами говорили ни на одной передаче, что они вторгаются в саму Конституцию, на что тоже не имеют права. Это только законодательный орган. Они вторглись. Почему? Потому что, отменив этот закон, который имеет специальный статус, они, в принципе, обезглавили 13-ю статью Конституции. Причем всю полностью. Первая часть 13-й статьи говорит о том, что у нас государственный язык молдавский. Он строился, исходя из закона о функционировании языков. А вторая часть говорила о том, что на территории Республики Молдова действуют и защищены языки русский, украинский, болгарский, иидиш, ромов и другие, статус которых определен органическим законом. То есть, это была, опять-таки, ссылка на закон, который они убрали. Который они признали устаревшим. Получаются все заявления о том, что, в общем-то, есть другие нормативные акты, которые позволяют функционировать тому же русскому языку на каких-то прежних условиях. Это всего лишь... Станислав, чтобы, опять-таки, граждане понимали. Да, в иных нормативных актах действительно есть ссылки на то, что русский язык функционирует. Но если мы возьмем тот же закон о защите национальных меньшинств Республики Молдова, то из-за того, что Конституционный суд признал устаревшим закон о функционировании языков, минимум 12 статей законов о защите национальных меньшинств сегодня действовать не могут. Потому что у них идет ссылка на закон о функционировании языков. Если мы возьмем Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодекс, где нам гарантировано право перевода, предоставление переводчика и так далее, это базировалось на законе о функционировании языков. И это сейчас убрали. Да, оно прописано. Но эти статьи сегодня, если не будут применяться органами власти, либо судебными органами, мы не можем уже прийти и сослаться на закон, что вы нарушаете базовый закон со специальным статусом о функционировании языков, потому что он принят устаревшим. Это что они делают, чтобы народу преподнести, давайте скажем так, навешать лапшу на уши, что проблем никаких нет. Они говорят, ну в других же законах это написано и предусмотрено, но это не действует, потому что базой, подушкой для этого был закон о функционировании языков. Я вот хотел бы напомнить, наверное, нашим зрителям тоже, что в одном из эфиров бывший председатель Конституционного Союза Дмитрий Пулберин говорил о том, что закон о функционировании языков Молдови был признан в Европе как один из самых демократичных на континенте. Я вам больше добавлю. Венецианская комиссия, рассмотрев данный закон, признала его самым лучшим законом на постсоветском пространстве по урегулированию межэтнических отношений. И получается тогда возникает вопрос, а кому это нужно было? На ваш взгляд. Кому, кто преследовал цели? Но ведь ничто не мешало, ну, допустим, если идти такой логикой, то мне кажется, например, законодатели, или нет, законники, например, Соединенные Штаты Америки должны свою конституцию, уже не знаю, сколько раз объявить устаревшей. Потому что там бильные били, законы, законы и так далее. А наши, в общем-то, так, без стеснения решили объявить закон устаревшим. Формулировка явно вызывает, мягко говоря, вопросы. Ну, на мой взгляд, это нужно только одним политическим деятелям, именно представителям партии демократов. Потому что мы с вами видели, они буквально недавно и до сих пор, по-моему, совершают визит Соединенных Штатов Америки. Для Соединенных Штатов Америки Молдова осталась единственной страной, где еще не разожжен никакой конфликт, да? Ну, которая находится на территории, ближайшей к России. Они увидели, что... В горячей стадии. Да. Украина у нас уже в конфликте, причем сценарий по разжиганию этого конфликта был ровно такой же, как и у нас сегодня. Грузия, они просто не смогли довести этот сценарий до логического конца. При Балтике мы с вами тоже видим, что делается с русским языком, и какие там конфликты. Люди, владеющие русским языком, вообще перестали быть гражданами того государства. То есть, у них осталась единственная страна, которая сегодня в спокойном режиме, это Молдова. И вот для того, чтобы, может быть, за счет этого государства разжечь конфликт, но не собственный конфликт с Россией, да, а разжечь конфликт, чтобы еще одна горячая точка, где Россия вмешается, был бы, осталась Молдова. На мой взгляд, они просто сегодня руками Демократической партии это и делают. Но ведь языковый вопрос уже послужил однажды разжиганию конфликта, и мы имеем теперь разделенную территорию. Днестровский конфликт, который, в общем-то, завершился, ну, не завершился, а сегодня находится, то есть, или привел к тому, что мы живем в стране, где часть территории не контролируется странными властями, именно благодаря вот этой повестке политической. Самое интересное, что в 92-м году как раз краугольным камнем разжигания конфликта на Днестре был языковой вопрос, тогда опять те же либералы во главе с господином Гимпу поднимали этот вопрос, будировали этот вопрос, унианизм, объединение с Румынией, то есть у нас по Приднестровью, в принципе, повторяется тот же сценарий, но если мы по Приднестровскому вопросу сегодня просто начинаем отдаляться от решения, да, мирного и присоединения этой территории к нам, то мы еще можем получить сегодня конфликт в пределах Гагаузии и конфликт в пределах Тараклии, как минимум. Это минимум, то, что я называю, потому что есть иные украинские, русские и села, где проживают этносы, густо населенные, они просто раздроблены, но они есть, и это тоже может поднять гражданское сопротивление. — Понимаю. Ну, в столице у нас родилось движение с защитой русского языка. Вот Михаил, представитель. Если можно, что такое «Заря» поподробнее и как, в общем-то, зарегистрировано, не зарегистрировано вашего... — Ну, на самом деле, история весьма интересная. Вот «Заря» — это сокращение от «за русский язык». То есть такое вот достаточно безобидное словосочетание, которое могло бы стать названием для организации, для движения, но вот как выясняется, власти против. То есть на днях я пошел регистрировать вот эту организацию под названием «Заря» и столкнулся с тем фактом, что власти уже готовы и уже противодействуют любым попыткам защитить русскоязычных, защитить русский язык. И вообще они шарахаются от слова «русский». Началось все с того, что сперва мне сказали, что «Заря» — «за русский язык» на русском языке нельзя произносить, нужно перевести на государственный. Ну, окей, хорошо. Мы перевели, мы посмотрели, нам понравилось название «Пенту», «Лимбо», «Русо». Очень простое, очень красивое такое сочетание, с которым мы снова подошли туда же, в агентство, где регистрируется все это дело. И спустя три дня по закону, после того, как подали документы, стало, мне позвонили, переспросили, вы точно уверены? Вот «Пенту» и «Лимбо-Русо» точно? Да, точно. Вы хотели же «Заря» русский язык. Ну, хотели, но «Пенту» и «Лимбо-Русо» устраивает. Подходите, нам есть о чем поговорить. Я пришел туда, и мне сообщили, что, ребят, вообще-то «Заря» русский язык забыли, все. «Пенту» и «Лимбо-Русо» тоже нас не устраивает. Это слишком как-то вот размыто. Давайте мы назовем вас в арбитуре, то есть «Говорящие» на русском языке. То есть, таким образом, они уже попытались отсечь определенную часть, потому что нас, в принципе, могут поддерживать не только русские и не только даже русскоязычные, поскольку есть огромное количество молдаван, которые общаются на молдавском языке, замечательно, но при этом они же используют и русский как язык коммуникации с другими этносами, проживающими в Молдове. Нам попытались сперва сузить вот так вот рамки. И после этого, когда мы возмутились, я раз пять переспрашивал, а вот почему, что происходит. Покажите хотя бы законно о каком основании нам нельзя «Пенту» и «Лимбо-Русо». Нас отправили дальше, нас отправили дальше по этапу, что называется, в другое агентство, где нам перевели еще более интересным, искаженным образом. То есть, вот было «За русский язык» — «Пенту-Лимбо-Русо», ассоциация «Општевская арбитурь» и «Русскоговорящих», а там нам вообще присвоили «Милитанции» — «Пенту-Лимбо-Русо». Я не сразу понял. У меня сразу ассоциация «Террориштилов», может быть, «Сепаратиштилов», «Борсы мы кто», «Военизированная структура». Но нам сказали, что «Ребят, либо вы регистрируетесь под таким названием, либо мы вас не регистрируем». То есть, понимаете, что самое страшное, вот уже даже на этапе, когда мы просто ничего не нарушаем, ничего еще по сути… Получается, подталкивают вас к какой-то стране стратегии. Нас пытаются уже определить в определенный стан «Милитанции» — «Лор», вот это вот радикалы, это вот люди, которые там кучка маленькая, которые чего-то там пытаются добиться. Ну и, собственно, сейчас мы в размышлениях, вот каким образом можно, правовым способом можно зарегистрироваться, поскольку вот «Заря» нельзя, «Пенту-Лимбо-Русо» непонятно, можно, нельзя. Ответа нам так и не дали, но вот настоятельно рекомендовали. Сергей, ну вот юридический аспект вот такого маргинализации, такой вот тенденциозности в регистрации простого, в общем-то, желания граждан отстоять права говорить на русском языке. Я вам хочу сказать, что в данном случае наши государственные органы либо абсолютно безграмотные, либо вообще не понимают, о чем говорят и что делают. У нас есть закон об общественных объединениях. В этом законе есть 14 статья, как формируется название общественного объединения, как символы, флаги, гербы и так далее и тому подобное. Вот в части первой четко написано, что как будет называться общественная организация, решает общее собрание или съезд этой организации. Все. Вот мы решили вот так. То есть не какой-то функционер в каком-то кабинете. Я прихожу в, ну сейчас это называется агентство по госуслугам, да, у нас сейчас единое окно, но я так понимаю, что это единое окно превращается в 15 окон, потому что надо бегать туда-сюда. Мы приходим туда, подаем заявление на название с одной целью. Мы хотим получить ответ. Имеем ли мы право использовать это название? Почему? Не используется ли это название иными организациями или юридическими лицами, чтобы мы были просто различны? Мы вот такой ответ. Если этим названием не пользуется никакая иная партия, общественная организация или юридическое лицо, значит нам можно. Все. И мы решили, и нас обязаны зарегистрировать с таким названием. Здесь же получается, приходишь в агентство по госуслугам, тебе дают, ты подаешь заявление, тебе получаешь ответ, что другое название. Вы должны быть в арбитуре Лимба-Руссо. Так, хорошо. Кто так решит? Нет, хорошо. Решайте терминологический центр Академии наук. Приходим туда и спрашиваем, ребята, что вы нас загоняете? А в чем дело? Я говорю, есть много молдаван, другие их национальности, которые тоже общаются на русском языке. И они тоже хотят поддерживать и бороться за русский язык. Причем, чтобы вы понимали, мы не боремся за русский язык, как за сам язык. Мы за его статус боремся. Это немножко другое. Юридический статус языка. Мы его хотим признать языком межнационального общения. И не надо нас связывать с Россией. Это международный язык. Это давно признано ООО. Один из языков ПАСЭ. Да, один из языков ПАСЭ. Так мы его хотим оставить в статусе межнационального общения. Тут речь не идет о каком-то... Если бы раньше в законе у функционирования языков языком межнационального общения фигурировал украинский язык, иидиш или какой-то другой, мы бы боролись за него. Так как все нации могут на нем общаться. Но с учетом того, что исторически сложилось, причем это исторически сложилось еще со времен Дмитрия Кантемира, Штефана Чалмария, что русский язык был на этой территории. Языково-межнационального общения. Мы за это и боремся. Нам же терминологический центр что отвечает? Вы знаете, ну мы вам выдаем, как вот про форму мили танцелор, пентру лимба руса. Но вообще этот вопрос должно решать агентство по госуслугам и Министерство юстиции. Идите туда, и они вам объяснят, и там докажите, что вы правы. И у меня возникает вопрос. Ребята, а что я должен вообще ходить и куда-то доказывать, что я прав? Есть закон. Я его не нарушаю. Пока нарушаете закон вы. Не даете мне зарегистрировать организацию, общественную организацию. И при этом, опять все как кричат, да ой, как классно, у нас есть единое окно. Это упростит, так это утяжеляет. Это утяжеляет даже по одной простой причине. Когда мы пришли в терминологический центр и объяснили идею создания общественной организации, и для чего она, она говорит, конечно, это название не подходит, то, что вам выдали в агентстве. Но нам позвонили, просто спросили, и мы дали свою идею. Мы думали, что вы будете защищать только русскоязычное население. А как вы объясняете, конечно, это вообще не подходит. Так вот, почему сделали так, что люди не могут прийти сами нам объяснить, что они хотят, а мы им бы предложили, что лучше, и нашли бы компромисс. То есть, понимаете, нам и утяжеляют, нам утяжелили это все. И при этом еще и нарушают закон. Вот какая ситуация. Ну вот мне бы хотелось понять, например, как с некоторыми политическими партиями бы так происходило, например, когда легко регистрируется та или иная политическая организация, и чье название потом, в общем-то, не всегда благозвучно. А потом через полгода суд признает, что якобы регистрация не должна быть. Но, правда, выборы прошли, и часть голосов ушли при этом. Это мы тоже помним в нашей истории. Да, бывало такое. Тем не менее, я, несмотря на то, что не дают заре взойти в Молдове, акции по защите русского языка происходят. Вот если можно поподробнее, где происходили, и что планируется дальше проводиться на Аттеневе? Ну, вообще, насчет не дают заре взойти, кто ж ей не даст-то? Большая часть населения, русскоговорящего, русскоязычного, оно нас поддерживает. В соцсетях, на улицах, вот в троллейбусе слышу слова поддержки, слова одобрения, и плюс во многих населенных пунктах Молдовы уже прошли акции в поддержку русского языка, и еще во многих собираются провести подобные акции. Ну, к примеру, стартовало, понятное дело, в Бельцах. Белц, как принято называть сейчас. В северной столице Молдовы, где проживает, процентов 90 там проживает людей, которые используют русский язык в повседневном общении, в постоянном общении. Я не говорю, что там русские, евреи, молдаване, но вот там русскоязычные граждане. Естественно, они возмутились одними из первых. Естественно, они начали такой вот парад акций в поддержку у себя. Следом подхватил юг. Горячие парни, гагаузы, около гагаузы. В Бессарабке прошла акция. В Вулканештах очень горячо прошла акция. В Окнице, снова возвращаясь на север, также прошла акция. Причем в Окнице, чтобы было понятно, проживает еще огромное количество граждан, для которых украинский язык, тоже язык национального меньшинства, сейчас попал под удар. И они говорят, ребят, давайте защитим и русский язык, и украинский язык, поскольку это затрагивает и его в том числе. А потом там подключаются еще тоже жители, тоже самое Окнице, и говорят, ребята, а что с молдавским произошло? Он же вроде бы тоже в законе был. То есть, получается, нас все 100% дискриминируют. Все 100% жителей Окнинского района, которые общаются и на молдавском, и на украинском, и на русском, троекратно дискриминируют. Троекратно обидели вот так вот. 4 июня. Вот сегодня, например, у нас акция в Григорьевке. Григореука. Тоже, опять-таки, замечательное название. Меня всегда возмущало вот это искажение русских названий в Молдове, когда село Григорьевка, понятно, названо, видимо, по имени, может быть, основателя этого села. Не берусь себя, так сказать, изображать каким-то знатоком национальной этнографии. Но, тем не менее, я свидетель, мы, кстати, перед нашим эфиром говорили, обговорили этот эпизод. Во Флорежском районе есть как минимум два села с русским происхождением. Варваровка и Ивановка. Сегодня они звучат Варварелка и Иванелка, кажется так. И вот меня это возмущает, почему, собственно, искажаются русские названия, причем так целенаправленно и безапелляционно, так сказать. Я думаю, что вот когда-то, на заре еще, нашей республики, в 90-х годах, вот так искажали фамилии, когда прибавляли У, например. Там был Иванов, стал Иванеску, например, или что-то вот подобное. Ион, например, вместо Ивана. Добрались до названий. Причем самый большой маразм... Так можно? Ты говорила Иван Притевича все-таки. Да, да. Самый большой маразм это то, что даже не интересуется у жителей той или иной местности. То есть вот человек жил годами в Григорьевке. Он знает, что он житель Григорьевки. А он просыпается однажды, а там щит поменяли. Там Григореука уже. Или, например, с бельцами, как произошло. Вот сколько я себя помню. Я сам бельчанин. Сколько я помню. Я всегда был бельчанином. Но нет, ребят, сегодня я был цинянин. Как-то вот как-то так на русском языке. Это просто невозможно выговорить. Был ЦУ Ненин. Был ЦУ Ненин. Это вот с родник Кишинау Енилов. Хочу отметить. Я дважды побывал в Краснодарском крае возле Сочи в селе Молдовка. На администрации этого села написано. Да, Российская Федерация, Краснодарский край, Молдовский сельский округ. То есть Молдовка сохранили. Вот как назвали наши сограждане, которые переселились туда в начале XIX века вот в эту местность. Они основали это село, основали с этим названием Молдовка. Оно так и сохранилось. Никто не пытался или переделать, или каким-то образом подогнать, русифицировать, так скажем. Понимаете, Станислав, я вам больше что скажу. Если мы с вами поедем во многие страны Европы, в том числе и в соседнюю Румынию, мы увидим название населенных пунктов, где на румынском написано, так как оно звучит, на румынском языке, а есть даже села, где проживают этнические молдаване, украинцы или русские, там внизу название написано на русском языке, на кириллице, но не так, как у нас, да, Григорьев, Григориука, да, а именно так, как оно должно транскриптом, топонимом звучать на русском языке. То есть это нормальная практика европейских стран. Когда на языке государственном оно звучит так, как оно должно звучать, а на языке, которым ты называешь населенный пункт, оно звучит именно транскрипцией так, как положено. Но мы, к сожалению, последние пять лет впереди планеты всей во всем, в том числе и в этом. Вот что искажают, причем люди не задумываются, они исказили что? Они исказили название населенного пункта, они не задумываются, что завтра возьмут документы, и люди поедут в ту же растию, сделают опостиль, и когда в России возьмут свидетельство о рождении, что ты родился в Григорьевке или в Варваровке, а у тебя в паспорте написано Григориука и Варвареука, они говорят, ребята, извините, это два разных населенных пункта, и иди полгода доказывай, собирая справки, что это один и тот же населенный пункт. То есть об этом же никто не задумывается, это опять-таки кто-то будет думать о гражданах. Нам утяжелели, ну и бог с вами, главное, чтобы сделали так, как нам надо, так, как нам нравится. Ну а что же все-таки дальше? Я понимаю, что партия социалистов уже высказала неоднократно идею того, как собирается защищать, отстаивать русский язык, вот буквально накануне нашей с вами встречи исполнительный секретарь ПСРМ в Страсбурге на заседании в ПСР заявил о превышении полномочия Конституционным судом Молдовы, который признал устаревшим язык, закон о функционировании языков, заявил, что русский язык лишился статуса, хотя на нем Молдове говорят более миллиона граждан. И на этой политической площадке прозвучало это заявление, не так давно прозвучало заявление и президента страны о том, что будет проведена работа о создании нового закона, который, возможно, сумеет исправить ситуацию. Что же все-таки дальше возможно, какие возможные еще сценарии связаны с тем, что русский язык вот сейчас в эти дни потерял статус языка, межнациональное общение языка, который, как оказалось, в мое личное убеждение один из, то есть этот статус и государствообразующий. Я еще раз повторю, это мое личное убеждение. И что же может дальше последовать? Вот ваше видение в возможных сценариях. Ну, с точки зрения государства, то есть, вернее, даже государственных органов, я вижу только одно. Раз они пошли на такой шаг, чтобы признать его устаревшим, они сейчас постараются его выдавить вообще из всех сфер жизни государственных органов. То есть абсолютно перестать общаться на этом языке, принимать документы, переводить и так далее. То есть мы с вами помним, как и госпожа Зоти от либеральной партии не раз уже возмущалась, что много денег тратится на переводы нормативных актов на русский язык. И господин Гимп жаловался, что на переводы различного рода документов тратится много денег. И господин Киртока жаловался, что премария тратит довольно много денег на то, чтобы на русский язык переводить. Понимаете, то есть это были предпосылки для того, чтобы прийти к такому решению. Но я вам скажу, что у них это слабо получится, если они пойдут на такой вариант выдавливания русского языка как языка межнационального общения именно из статуса. Во-первых, это приведет к тому, что люди русскоязычные, тем более они будут изучать государственный язык, а это вообще неправильно. То есть мы знаем, что мы должны знать государственный язык, но нам для этого должны дать предпосылки и создать условия. Вместо этого нас пытаются все время столкнуть. И второе, что это будет выйдет довольно серьезный конфликт. Да, сегодня проходят это мирные акции, но народ уже перестал спать. И вот эти посягательства, которые происходили 26 лет и русскоязычное население еще более не менее терпело, сейчас оно терпеть не будет. И я вам хочу сказать, что вот даже если взять ту же общественную организацию Заря, несмотря на то, что она называется за русский язык, это не означает, что мы будем бороться только за русский язык в Республике Молдова. Мы в первую очередь будем бороться за два статуса. Первое, это молдавский язык, как государственный язык Республики Молдова, и второе, это уже как русский язык, язык межнационального общения. То есть мы будем заниматься проблемами обоих языков, потому что нас пытаются лишить и как первого молдавского языка, и как второго русского языка. Просто на молдавский язык они сделали свой шаг и ждут, чтобы прошел срок, чтобы внести изменения в Конституцию. Это будет, кстати, следующий шаг. Я надеюсь, все молдавинисты и титульная нация молдавани, которые поддерживают, что на территории Республики Молдова должен быть молдавский язык присоединиться к нам, к этому движению в борьбе за него. Ну и, соответственно, уже все русскоязычное население, в том числе и молдавинисты, молдавское население присоединятся за то, чтобы оставить русский язык как коммуникативный язык между нами всеми, чтобы мы друг друга понимали, причем не только на территории Республики Молдова, а еще как в минимум 25-30 странах мира, чтобы мы понимали друг друга между собой. Вот я недавно стал свидетелем того, как в диалоге по этой теме функционирования языков, по теме обучения, на каком языке проходить детям обучение, на молдавском или русском, вот неожиданно в этом диалоге пришли к такому выводу. В советское время было, ну, прежде скажу следующее, было удобно, наверное, отдавать даже молдавских детей в русские школы, для того, чтобы они получали хорошую языковую базу, сохраняя знания своего родного языка, литературы. В цель всего этого это дальнейшее обучение в российских вузах, допустим, вузах Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга, как сейчас его называется, город. И, получается, выигрыши были именно эти дети. Они не теряли возможности получать достойное, очень сильное, очень хорошее образование за пределами Молдовы. Сегодня многие русскоязычные стремятся отдавать своих детей в начальное или среднее учебное заведение с преподаванием на молдавском языке, для того, чтобы легче ребенок ассимилировался в обществе, мог разговаривать на языке государства, в котором родился. И, в общем-то, это все приветствуется даже среди русскоязычных, для которых русский язык всегда был, остается родным языком. Но пришли вот к какому неожиданному выводу. Система образования на государственном языке в дидактическом материале, в материале, связанном с учебным процессом, ограничена. Система образования, то есть, допустим, в лицеях, в колледжах с русским языком преподавания дидактический материал богаче. И получается, ребенок, ну, вроде, как бы благая цель. Но вот родители сказали, говорят, а мы жалеем уже, что давали на молдавский язык. Мы молдавский язык и так выучили уже, и выучим, и знаем. Но ребенок оказался в каком-то каком, знаете, в пузыре информационном, что ли. Он получил определенную информацию, но ее недостаточно для того, чтобы быть хорошо образованным, например, наравне с тем же, будем говорить, российским своим же сверстником. Знаний дали меньше, базовых знаний, по таким базовым предметам, как литература, физика, математика. Вот, и это, опять же, всегда поиск дидактического материала для внешкольных занятий. Это вечно гонка за знаниями, которых, мне кажется, не успели на молдавский язык перевести и положить на бумагу для того, чтобы донести до детей. Но это я уже иронизирую от себя, от злости. Давайте посмотрим так, что русский язык, это ведь не только язык общения, это еще и принадлежность к огромному пласту культуры, к огромному пласту технологий. ведь каждому понятно, что техническая литература в большинстве существует на английском языке и при этом огромное количество переводов идет на русский язык. На румынский, на молдавский уже идет по остаточному принципу что успели, что сумели, то перевели. Если в той же России этим занимается тамошняя Академия Наук, достаточно богатая на квалифицированные кадры, то чем занимается Молдавская Академия Наук, я думаю, нет смысла напоминать. Мы уже вначале право обсуждали, вот они думают, что сделать с зарею. Вот, то есть по сути родители из благих побуждений отрывают ребенка от огромного пласта знаний и информации. от культурного, не скажу русского, русскоязычного мира. Это вот очень страшно, потому что ребенок, получив образование только на молдавском, полностью, потихоньку, вычеркивая, забывая за 10 лет, за 12 лет отказываясь от русского, в итоге окажется заложником одного языка и достаточно маленького пятачка земли, потому что мы все прекрасно знаем, что наших специалистов не особо ждут в Европе. На восток они уже не смогут ехать, причем не только в Россию. Опять-таки, русский язык это вот язык диалога с постсоветскими странами, со странами СНГ, со странами Евразес. мне довелось наблюдать в последние годы, в последний год, например, несколько маразматичных вообще вещей, когда главы, руководство нашей страны, например, общалось с руководством украинской страны. На английском языке? На английском языке, то есть один говорил, даже там интереснее было, один говорил на украинском, затем украинский переводили на английский, потом с английского переводили на государственный молдавский, там, румынский и обратно. Причем мы прекрасно знаем, что и одна сторона, и вторая сторона прекрасно знают русский язык. Но они избегали его просто из принципа. Просто вот не хотели. Демонстративное дистанцирование от всего русского. К сожалению, вот этот маразм, который они у себя там прививают, прививают, они насаждают и вниз. То есть они пытаются нас приучить, общаетесь только на одном языке, пытаются разорвать наши связи с дружескими, с братскими народами, Белоруссией, Украиной и то же самое. Ну и собственно говоря, возвращаясь к теме образования, вот сейчас подобное произошло в Украине, когда одним розчерком пера украинских уже детей также лишили огромного количества других языков, оставив им только образование только на одном языке. К сожалению, вот у них вот так произошло. Ну, меня не оставляет ощущение, что вот, что бы ни делось в политике, в общественной жизни Молдовы, в любой сфере, возьмем экономику, медицину, образование, это все очень похоже на эксперимент, на то, что обкатывается та или иная технология по, наверное, я вам скажу, может быть, достаточно крамольной вещь, но по уничтожению государства, по уничтожению и народа, населения, и государственных институтов. Если посмотреть, вот сейчас на митингах, я часто оперирую цифрами, вот если посмотреть по данным переписи 89-го года, на нашей земле обитало, проживало 4,5 миллиона человек, а перепись 2014-го года нам говорит, что нас осталось уже 2,998,000, то есть мы полтора миллиона за каких-то 20 с лишним лет умудрились потерять, и вот сейчас быстрый путь по пути демократизации, не все успевали. А сейчас поезд еще больше набрал ход, еще ускорился, и они собираются еще одним рощерком пера вот так вот оторвать от Молдовы всех русскоговорящих, русскоязычных, которые в итоге вынуждены будут либо покинуть эту страну, поскольку им здесь создадут абсолютно невыносимые условия, ты будешь приходить даже в больницу и просить оказать тебе помощь, а тебе будут говорить, мы тебя не понимаем, мы тебе не будем оказывать помощь, пока ты не скажешь на государственном языке, вот, а либо повымрут, и это еще более печально. Да, ну вот, буквально недавно ООН опубликовали доклад, исследование, по результатам которого Молдова вошла в десятку стран с самым большим темпом сокращения собственного населения, то есть порядка 100 тысяч человек в год мы теряем, причем самым разным способом, и, ну, есть такая цифра, как 114 человек в день всегда покидают нашу страну. Я наблюдаю большие очереди вот не так далеко от нашего телеканала находится офис российского программы по переселению, и я вижу огромное количество людей семьями готовят документы для того, чтобы переселиться в Российскую Федерацию. Я понимаю, что я вижу достаточно большие очереди перед румынским посольством, где продолжают оформлять румынское гражданство, которое позволяет легально работать в странах Евросоюза, и там оседать дальше, для того, чтобы там обосновываться, устраивать свою дальнейшую жизнь. То есть, планы о том, чтобы сохранить здесь себя, сохранить свою семью, планы увязать свое будущее с будущим собственной страны, как ни странно сегодня, как раз у русскоговорящего населения. Гагаузы никуда особо не собираются переселяться. Массово взяли, вот да, вот они когда-то в свое время на этой территории обрели свою родину. И нету, будем говорить, причины, возможно, есть, но нет посыла для того, чтобы снова сесть на подводы и искать себе новую родину. Этот народ, который трудолюбив, который великолепно себя показал, который неоднократно благодарил Молдову за то, что обрел здесь мирную родину. И тем не менее, ведь смотрите, к чему вынуждает сегодня о власти, к тому, чтобы, занимаясь языковым вопросом, занимаясь вот этим хитросплетением с нарушением конституционного права, гражданин просто оказался перед такой нулевой шкаловой координат, а что же дальше, куда идти, что делать и вообще какие перспективы у нашей нашей Родины. Вот это страшно, мне кажется. Еще есть такой нюанс очень неприятный, с которым удавилось в последнее время столкнуться. А вот своим решением в конституционном суде, подняв снова языковый вопрос, власть развязала руки всевозможным маргиналам, всевозможным радикальным националистам, которые почувствовали поддержку сверху, поддержку свыше и уже открытым текстом вспоминают подзабытые уже отнофтолиненные лозунги, которые вот в 90-х звучали когда чемодан, вокзал и так далее. И эти лозунги уже начинают звучать на улицах. В маршрутках начинают появляться надписи, что мы говорим только там на государственном. Вот абсолютно дискриминационные и шокирующие вещи. А в магазинах вот буквально недавно довелось видеть видео, когда женщина в одном из столичных супермаркетов обратилась на русском абсолютно вежливо обратилась к продавцу, он демонстративно отказался ей ответить на каком-либо языке, он просто вот ее игнорировал. И, к сожалению, это будет... за сегрегацией. Хочу напомнить, еще не так давно, в середине прошлого века в США черным нельзя было ездить, представителям темнокожего населения нельзя было ездить в общественном транспорте наряду с представителями с представителями раз. Что хочу сказать, в начале 2000-х я был свидетелем того, как здесь, в Молдове, проходил большой саммит руководителей министерств и ведомств, которые занимались высокими технологиями. То есть, у нас тогда был, у нас и сейчас есть министерство информационных технологий, и вот под эгидой этого министерства проходил этот международный саммит с участием стран Балтики. Я почему это вспомнил? Очень часто говорят о том, что у нас развивается такой прибалтийский сценарий, особенно в языковом вопросе. Я брал интервью у министра информационной технологии Эстонии. Понимая, что там, как далеко все разошло, попытался вспомнить все возможные английские предложения, сформулировал вопрос, обратился, и она, правда, не на самом блестящем, но все-таки русском языке попросила меня, то есть, сказала следующее, давайте поговорим на русском, нам в Эстонии это все равно очень нужно. Станислав, я вам скажу, это не только в Эстонии нужно, это нужно в любой стране бывшего Советского Союза и социалистического лагеря, потому что, если мы с вами возьмем те же страны Евросоюза, такие как Болгария, Чехия, где сегодня уже обучают русский язык в школе с первого класса, если Китай, скажем так, это полтора миллиарда людей, которые там проживают, поняли, что русский язык является языком международного общения, и ввел это как язык обучения в школах с первого класса, если полтора миллиарда китайцев будут понимать на русском, и мы с вами туда приедем, нам на каком языке с ними разговаривать, на английском, так вы на английском сегодня приехав в Китай практически не найдете, только в фешенебельных отелях, либо в каких-то компаниях иностранных, где их берут с английским языком, просто выйти на улицу из китайца поговорить на английском сегодня невозможно, но если мы с вами сегодня уже приедем на рынок любой китайский, вы заговорите на русском, вас как минимум поймут, так нам на каких языках вот с этими народами говорить, так может наоборот нужно этот язык тоже развивать, не убивать, а развить его, вы вспоминали Советский Союз, да, что вот отдавали в русские школы, сейчас пытаются в молдавские школы, давайте мы вспомним с вами понятие русско-молдавские школы, где совместно учились, я заканчивал такую школу, четыре параллели, да, и спокойно рядом учились, вот вам молдаване по нации, вот вам русскоязычные по нации, у каждого свои программы, но на переменах, на всем мы были вместе, где-то мы общались на молдавском языке, где-то на русском, и мы развивали оба языка, мы развивали совместную культуру, сегодня что делают, сегодня просто разрывают культуру между собой, зачем, зачем, давайте объединим, почему нас всегда пытаются воспринять, как мы приехали откуда-то, или вот эти лозунги, которые сейчас подхватил господин Настасий и Майя Санду, чемодан вокзал России, ну, то, что бегал когда-то господин Рожка и господин Гимпу в 90-х, в начале 90-х, ребята, как мы здесь родились, мы все являемся гражданами Республики Молдова, в какую Россию нам ехать, мы хотим здесь жить, мы хотим жить в государстве Молдова, с двойным, тройным гражданством, в том-то дело, тем людям, которые являются с одним гражданством, гражданством Республики Молдова, и мы, опять, мы не хотим только бороться за языки, мы хотим бороться в первую очередь за государство Молдовы, чтобы оно жило и развивалось, и чтобы нации и граждане внутри страны жили и развивались, а не постоянно сталкивались и раздирались. Спасибо вам за этот разговор, и в финале просто приведу один маленький пример из лично, так сказать, лично меня относящимся. Близкий мне человек, уже гражданин Канады, на собеседовании получая, так сказать, на собеседовании по получению рабочего места в одной из самых крупных компаний, которая занимается инвестициями в стартапы, в высоких технологиях, вначале был задан вопрос знания русского языка и возможность поездки в Россию. Почему? Потому что граждан США и Канады сейчас достаточно сложно получать визы в России по известным обстоятельствам обмен санкциями. И ответ был следующий. Русский язык для меня родной, ну, знает английский, французский, совершенствия, и ездить в Россию я могу без препятствий, но у меня еще есть гражданство Молдовы. И тут же объявили, вы получили это место работы, вам даем сразу двухнедельный отпуск для того, чтобы вы могли, так сказать, подготовиться к работе в нашей компании, оплачиваем отпуск, отдыхайте, ждем вас такого-то числа в нашем офисе, кабинет у вас такой, штат ваших сотрудников такой. То есть человек сразу в социальном лифте перескочил десяток ступеней, понимаете, только благодаря тому, что знание русского языка и благодаря тому, что, в общем-то, есть возможность коммуницировать с бизнес-партнерами в Российской Федерации. Это очень важно. Это для тех, для кого все-таки важнее, наверное, не политические декларации, а, может быть, близкие вот эти практические приемы, практическое применение всего того, что мы пытаемся защитить в родной стране. Вам эту информацию надо донести до нашего парламентского большинства, которые против этого всего. Вот чтобы они видели, что действительно, когда ты гражданин Республики Молдова и владеешь русским языком, в иных странах ты можешь подняться на несколько ступеней выше. Так вот это цените. Цените в первую очередь наших людей. Спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, что мы, конечно, неоднократно вернемся к этой теме, но я надеюсь, что заря взойдет над Республикой Молдова в том виде, в котором вы задумали, потому что ничего здесь, на мой взгляд, то, что подрывало бы основы нашего государства, наоборот, мне кажется, это как раз та самая заря, которая, да, укрепила бы фундамент нашей страны политический, этнический, не побоюсь даже слова, экономический, потому что ведь мы все прекрасно понимаем, на Востоке сейчас создается один новый, очень крупный экономический союз, о котором сегодня говорят все больше и больше, как об одном и самом успешном экономическом проекте в мире. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор права Сергей Мишин, а также активист и журналист и блогер Михаил Ахремцев. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Игорь Шмид